Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Привет, Джули!». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Матриса времени. Саманта – крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом авария на трассе. Первая девушка, которую я полюбила. 17-летняя Энн влюблена в Сашу, самую популярную девочку в её Лос-Анджелесской школе. Но когда Энн рассказывает об этом лучшему другу Клифтону, который уже долгое время тайно влюблён в неё, тот начинает прилагать все усилия, чтобы помешать им. Виноват звёзды 2014 года. Хейзл больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Угастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Угастус и Хейзл отправляются в полное страсти жизни путешествия, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом её отрезке. Спокойный представительный Алекс знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но проблема не только в непохожих характерах. Главная заминка в 20-летней разнице в возрасте. Ему 37, а ей 17. Игра Эндера. Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения инопланетной расы жукеров, лишь чудом уцелев и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и воин-начальников, способных принести Земле победу, создается военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю Виггин, будущий полководец Международного флота Земли. Единственная надежда человечества на спасение. Королевство полной луны. После таинственного исчезновения мальчишки из лагеря бойскаутов, принципиальный шериф ставит всех на уши. Своё альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьётся в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает. Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь. Мой парень – псих. Бывший учитель Пэт, проведя психиатрической больнице 8 месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, которая не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды. История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Хорошие дети не плачут. Шестиклассница Аки – настоящая хулиганка. Она любит футбол, дерётся с мальчишками и ничего не боится. Ничего кроме любви. Однако, когда ей ставят диагноз лейкемия, именно любовь даёт ей силы бороться с болезнью и принять неизбежное. Субрина. Познакомьтесь с Оливером Тейтом, непогорам развитым тинейджером, неисправимым романтиком и сентиментальным мечтателем, которого никто не воспринимает всерьёз. Главная цель Оливера – сохранить разваливающийся брак своих родителей и лишиться девственности до наступления 16-ти лет в объятиях девушки-мечты. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok